Добрый день! Сегодня у нас серия 200, называется «Революционная ситуация». Забиваем слово «революционная ситуация» в угол и читаем Википедию. Ленин сформулировал три признака революционных ситуаций. Первый – верхи не могут управлять по-старому. Второй – низы не хотят жить по-старому. И третье – значительное повышение активности масс. Ну, можете сами прочитать. Там длинная статья. А вот что пишет Милин Дмитрий. 12 января, то есть сегодня днем, в Фейсбуке. Россия не готова к демократии. Общество не готово взять на себя труд и ответственность по согласованию интересов разных групп. В чем тут у Милина Дмитрия главная методологическая ошибка? Давайте почитаем внимательно. Россия не готова, общество не готово. Ошибка в том, что нельзя рассматривать общество как единого субъекта с постоянными свойствами. Нужно моделировать общество как ансамбль субъектов и рассматривать этот ансамбль в динамике. Вот такая картинка. Четыре блока. Телезрители, конформисты, соучастники и граждане. Вот черная линия показывает, что граждане отдельно, а три остальных блока отдельно. Это сейчас так. Но это не классификация людей. Это позиции, которые сегодня люди занимают в обществе. Теоретически можно представить себе случай жизни, когда человек происходит с одной позиции на другую. Но позиции, выбранные сегодня, действуют сегодня как единое целое. И это у нас получается четыре субъекта. Таких четыре коллективных субъекта. Это не классификация людей. Это позиции. Для тех, кто знает ТОАИ, добавим вот что. Телезрители, это тут, то, что я поставил здесь, называется стилистические четверки ТОАИ. Это типы мышления. Телезрители самые простые. Один, два, три, четыре. Конформисты чуть посложнее. Два, три, четыре, пять. Соучастники не столько сложнее, сколько жулики и воры. Один, три, пять, семь. Цель оправдывает средства и тому подобные приключения. А вот граждане, это все остальные. Три, четыре, пять, шесть, четыре, пять, шесть, семь, пять, шесть, семь, восемь и два, четыре, шесть, восемь. Про то, как эти четверки устроены. Какие у них типы мышления, какие у них основные свойства. Я снял не одно видео, а много-много разных видео. Но сегодня какие-то вещи я повторю, потому что они, безотносительно цифр, подчеркивают определенность ситуации. Обратите внимание, например, на цифру шесть. У граждан, у всех четверых, есть цифра шесть. Так вот, цифра шесть отвечает за то, что люди выясняют свои отношения в цивилизованной дискуссии. А у остальных блогов нет цифры шесть. Они не могут согласовывать свои интересы и не берут на себя ответственность по согласованию интересов. Если брать по количеству людей, у которых есть шестерка, то граждан численно меньше. Но это на самом деле ничего не означает. Потому что революционная ситуация это, когда сдвигается черная линия. И вот теперь повышается активность масс. И телезрители и конформисты перестают помогать соучастникам и начинают помогать гражданам. Они по-прежнему не могут заседать в парламенте. Они по-прежнему не могут согласовывать интересы. У них нет шестерки. Но у них есть двойка. Они понимают, что есть свои и есть чужие. И теперь старые хозяева жизни для них чужие. А граждане для них свои. И они будут им помогать. Ну, телезрители это те, кто ориентируется на картинку в телевизоре. Если картинка начинает терять монолитность, если вам предлагают разные версии реальности, то телезрители перестают повторять то, что повторяет телевизор. Теряется монолитность, теряется единство этой группы. А не каждый теперь волен узнавать своих героев, действует уже в разнобой, не являются врагами прогресса. Конформисты совершенно так же теряют единство позиций. И каждый выбирает себе гражданина или лидера по вкусу. И они теряют вот свой реакционный характер. Это такова революционная ситуация. Выводы. При оценке политической ситуации нельзя рассматривать общество как одного целостного субъекта с определенными свойствами. Нужно рассматривать общество как ансамбль субъектов. У каждого субъекта определенные свойства мышления. Субъекты по-разному разбиваются на команды в обычное и в революционное время. Сила субъекта определяется не его численным составом, а его командой. Ну и по скрипту. Оценивать общество как одного субъекта, все равно что сравнивать компьютеры по весу. Ну вот и все на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч. Продолжение следует.